Патхама сутта, первая. АН 1.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой формы, которая бы так овладевала умом мужчины, как форма женщины. Один, форма женщины овладевает умом мужчины. Дутия сутта, вторая. АН 1.2. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одного другого звука, который бы так овладевал умом мужчины, как звук женщины. Один, звук женщины овладевает умом мужчины. Татья сутта, третья. АН 1.3. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одного другого запаха, который бы так овладевал умом мужчины, как запах женщины. Один, запах женщины овладевает умом мужчины. 1. 1. Комментарий поясняет, что речь идёт о духах, ароматах и так далее, которыми пользуется женщина. Читуттха сутта, четвёртая. АН 1.4. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одного другого вкуса, который бы так овладевал умом мужчины, как вкус женщины. 1. Вкус женщины овладевает умом мужчины. 1. 1. Комментарий поясняет, что речь идёт о вкусе её губ, слюны и так далее, а также о вкусе еды, которую она готовит для мужчины. Панчама сутта, пятая. АН 1.5. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одного другого прикосновения, которое бы так овладевало умом мужчины, как прикосновение женщины. 1. Прикосновение женщины овладевает умом мужчины. 1. 1. Комментарий поясняет, что умом мужчины овладевает один из пяти объектов, форма, звук, запах, вкус, прикосновение, в зависимости от его предрасположенности. Так, на одного мужчину может не произвести влияние формы женщины, но его ум будет охвачен её голосом, на другого окажет влияние только её запах и так далее. Чхатха сутта, шестая. АН 1.6. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой формы, которая бы так овладевала умом женщины, как форма мужчины. 1. Форма мужчины овладевает умом женщины. Сутты АН 1.7.10. Сутты аналогичны предыдущей АН 1.6, но речь идёт соответственно о звуке, запахе, вкусе, прикосновении мужчины. Патхама сутта, первая. АН 1.11. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы возникало не возникшее чувственное желание, а возникшее чувственное желание бы увеличивалось и разрасталось, как 1. Образ привлекательного – 1. У того, кто немудро направляет внимание, 2. На образ привлекательного, не возникшее чувственное желание возникает, а возникшее чувственное желание увеличивается и разрастается. 1. Речь идёт о привлекательном образе какого-либо предмета или объекта. 2. Немудрое внимание – Айниса Манасикара. Комментарий, ссылаясь на Витхангу Абхидхаммы, поясняет, что внимание направлено на что-либо немудро в одном из четырёх случаев, если внимание воспринимает непостоянный объект как постоянный, страдание воспринимает как счастье, безличностное воспринимает как я, непривлекательное и воспринимает как привлекательный. Или же это такое внимание, склонение, направленностью ма к объекту, который не соответствует четырём благородным истинам. По мнению достопочтенного Бодхи такое объяснение является слишком узким, и, например, вряд ли можно таким образом объяснить немудро направленное внимание к образу неприятного, в следующей сутте Айян 1.12, соотнесли его с одним из этих четырёх искажений восприятия, о которых говорит комментарий. Дутия сутта, 2. Айян 1.12. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы возникала невозникшая недоброжелательность, а возникшая недоброжелательность бы увеличивалась и разрасталась, как, один, образ неприятного. Один. У того, кто немудро направляет внимание на образ неприятного, невозникшая недоброжелательность возникает, а возникшая недоброжелательность увеличивается и разрастается. Один. Согласно комментарию, речь идёт о неприятном объекте, который вызывает неприязнь, злобу, раздражительность. Дутия сутта, 3. Айян 1.13. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы возникала невозникшая лениапатия, а возникшая лениапатия бы увеличивалась и разрасталась, как, один, отсутствие удовлетворенности, вялость, ленивые потягивания, сонливость после принятия пищи, неповоротливость ума. У того, у кого ум неповоротлив, невозникшая лениапатия возникает, а возникшая лениапатия увеличивается и разрастается». Читуттха сутта, 4. Айян 1.14. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы возникали невозникшие неугомонности сожалений, а возникшие неугомонности сожалений бы увеличивались и разрастались, как, один, неспокойный ум. У того, у кого ум неспокоен, невозникшие неугомонности сожалений возникают, а возникшие неугомонности сожалений увеличиваются и разрастаются». Панчама сутта, 5. АН 1.15. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы возникало невозникшее сомнение, а возникшее сомнение бы увеличивалось и разрасталось, как, один, немудрое внимание. У того, кто немудро направляет внимание, невозникшее сомнение возникает, а возникшее сомнение увеличивается и разрастается». Чхатха сутта, 6. АН 1.16. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы не возникало невозникшее чувственное желание, а возникшее чувственное желание бы отбрасывалось, как, один, образ непривлекательного. У того, кто мудро направляет внимание на образ непривлекательного, невозникшее чувственное желание не возникает, а возникшее чувственное желание отбрасывается». Саптама сутта, 7. А.Н. 1.17. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы не возникала невозникшая недоброжелательность, а возникшая недоброжелательность бы отбрасывалась, как, 1. Освобождение ума доброжелательностью. 1. У того, кто мудро направляет внимание на освобождение ума доброжелательностью, невозникшая недоброжелательность не возникает, а возникшая недоброжелательность отбрасывается. 1. Комментарий поясняет, что это состояние ума называется так, поскольку ум освобожден от противоположного негативного состояния, в данном случае от недоброжелательности. Под освобождением ума имеются в виду первые три или четыре джханы. Под комментарий добавляет, что до достижения джханы нет тщательного освобождения ума доброжелательностью. Аттхама сутта, восьмая. АН 1.18. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы не возникала невозникшая лень и апатия, а возникшая лень и апатия бы отбрасывалась, как, один, элемент побуждения, элемент стремления, элемент старания. 1. У того, кто зародил усердий, невозникшая лень и апатия не возникает, а возникшая лень и апатия отбрасывается. 1. Согласно комментарию к сутте СН 46.2, элемент побуждения, Арамбхатхату, это начальная фаза усердия. Элемент стремления, Некамадхату, это срединное усердие. Элемент старания, Паракамадхату, это усердие в фазе его полной интенсивности. Нова Амма сутта, девятая. АН 1.19. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы не возникали невозникшие неугомонности сожалений, а возникшие неугомонности сожалений бы отбрасывались, как, один, умиротворение ума. У того, у кого ум умиротворен, невозникшие неугомонности сожалений не возникают, а возникшие неугомонности сожалений отбрасываются. Досама сутта, десятая. АН 1.20. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, из-за которой бы не возникало невозникшее сомнение, а возникшее сомнение бы отбрасывалось, как, один, мудрое внимание. У того, кто мудро направляет внимание, невозникшее сомнение не возникает, а возникшее сомнение отбрасывается. Патхама сутта, первая. АН 1.21. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи неразвитой, была бы настолько неподатливой. Неразвитый ум является неподатливым. Дутия сутта, вторая. АН 1.22. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи развитой, была бы настолько податливой. Развитый ум является податливым. Татья сутта, третья. АН 1.23. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи неразвитой, вела бы к такому величайшему вреду. Неразвитый ум ведет к величайшему вреду Чи-Туттха сутта, четвертая. АН один двадцать четыре. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо один, ума, которая, будучи развитой, вела бы к такому величайшему благу. Развитый ум ведет к величайшему благу. Панчама сутта, пятая. АН один двадцать пять. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи неразвитой и непроявленной. Один, вела бы к такому величайшему вреду. Неразвитый и непроявленный ум ведет к величайшему вреду. Один, апатубхутан. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о непроявленном потенциале ума. Чхатха сутта, шестая. АН 1.26. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи развитой и проявленной, вела бы к такому величайшему благу. Развитый и проявленный ум ведет к величайшему благу. Саптама сутта, седьмая. АН 1.27. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи неразвитой и невзвращенной, вела бы к такому величайшему вреду. Неразвитый и невзвращенный ум ведет к величайшему вреду. Абдхама сутта, восьмая. А.Н. 1.28. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи развитой и взращенной, вела бы к такому величайшему благу. Развитый и взращенный ум ведет к величайшему благу. А.Н. 1.29. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи неразвитой и невзращенной, приносила бы такое страдание. Неразвитый и невзращенный ум приносит страдание. А.Н. 1.30. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, ума, которая, будучи развитой и взращенной, приносила бы такое счастье. Развитый и взращенный ум приносит счастье. Сутты А.Н. 1.31.40. Все эти сутты идентичны паре А.Н. 1.23.24, которые говорят соответственно о вреде и благе, за небольшим изменением в описании ума, неприрученный ум, прирученный ум, А.Н. 1.31.32, неохраняемый ум, охраняемый ум, А.Н. 1.33.34, незащищенный ум, защищенный ум, А.Н. 1.35.36, нездержанный ум, сдержанный ум, А.Н. 1.37.38, неприрученный ум. Неохраняемый, незащищенный, нездержанный ум, А.Н. 1.39, прирученный, охраняемый, защищенный, сдержанный ум, А.Н. 1.40. Подхама сутта, первая А.Н. 1.41. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы острая щепка от риса или ячменя торчала бы не в ту сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Не могло бы произойти такого, чтобы она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала не в ту сторону. Точно так же, монахи, не может произойти такого, чтобы с неправильно направленным умом монах бы пронзил невежество, зародил истинное знание, реализовал небану. И почему? Потому что, один, ум неправильно направлен. Дутия сутта, вторая А.Н. 1.42. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы острая щепка от риса или ячменя торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным умом монах пронзит невежество, породит истинное знание, реализует небану. И почему? Потому что его, один, ум правильно направлен. Татья сутта, третья А.Н. 1.43. Благословенный сказал, монахи, охватив ум умственно испорченного человека своим умом, я понимаю, что если этот человек умер бы в это время, то он бы оказался в аду, как если бы его туда затянули силой. И почему? Потому что, один, его ум испорчен. Один. Именно из-за умственной испорченности с распадом тела, после смерти, некоторые существа перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Один, комментарий поясняет, испорчен злобой. Читуттха сутта, четвертая А.Н. 1.44. Благословенный сказал, монахи, охватив ум умственно спокойного человека своим умом, я понимаю, что если этот человек, умер бы в это время, то он бы оказался в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. И почему? Потому что, один, его ум спокойный. Один. Именно из-за умственного покоя с распадом тела, после смерти, некоторые существа перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Один, комментарий поясняет, спокойный из-за веры и уверенности. Панчама сутта, пятая А.Н. 1.45. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в пруду была бы взбаламученной, мутной, непрозрачной. И человек с хорошим зрением, стоя на берегу, не видел бы ракушек, гравий и гальки, проплывающих и отдыхающих стаи рыб. И почему? Потому что вода взбаламученная. Точно так же, не может быть такого, чтобы монах с взбаламученным умом мог бы знать собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческую исключительность в знание и видение, что достойно благородных. И почему? Потому что, один, его ум взбаламучен. Чхатха сутта, шестая А.Н. 1.46. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в пруду была бы чистой, спокойной, прозрачной. И человек с хорошим зрением, стоя на берегу, мог бы видеть ракушки, гравий и гальку, проплывающие и отдыхающие стаи рыб. И почему? Потому что вода прозрачная. Точно так же, может быть так, что монах с прозрачным умом мог бы знать собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческую исключительность в знании и видении, что достойно благородных. И почему? Потому что, один, его ум прозрачен. Саптама сутта, седьмая. А.Н. 1.47. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сандаловое дерево считается лучшим из деревьев в отношении уступчивости и податливости, то точно так же, я не вижу ни одной другой вещи, один, как ум, которая, будучи развитой и взращенной, была бы настолько уступчивой и податливой. Развитый и взращенный ум является уступчивым и податливым. А.Н. 1.48. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, которая бы менялась так же быстро, один, как ум. Не просто привести пример для того, чтобы показать, насколько быстро меняется ум. 1.1. Комментарий, используя абхидхомическую модель ума, трактует эту сутту как отсылку к неимоверно огромной скорости, с которой ум возникает и исчезает. Однако в Винае А.Н. 1.50.7.14 говорится, что если женщина пытается соблазнить монаха там, где он проводит сезон дождей, то он имеет право покинуть это место после следующего обдумывания, Благословенный говорил, что ум меняется быстро, а здесь имеет место помеха моему житию целомудренной жизнью. В этом контексте очевидный смысл состоит не в том, что ум возникает и исчезает быстро, а в том, что человек может внезапно изменить свой ум, передумать и так далее, из-за чего оставит целомудренную жизнь и поддастся женским чарам. Навама сутта, девятое. А.Н. 1.49. Благословенный сказал, сияющий, монахе, этот, один, ум, но он загрязнен поступающими загрязнениями, один. Один, смотри примечание к А.Н. 1.51. Дасама сутта, десятая. А.Н. 1.50. Благословенный сказал, сияющий, монахе, этот, один, ум, но он загрязнен поступающими загрязнениями. Необученный заурядный человек не понимает этого в соответствии с действительностью. Поэтому, я говорю вам, для необученного заурядного человека нет развития ума. Один. Один, примечание достопочтенного Пхикхубодхи, сияющий ум, по Бхасарамчитан. Смысл данного утверждения являлся, в буддийских кругах, предметом дебатов, породивших противоречивые толкования. Комментарий соотносит сияющий ум с Бхавангачитой, концепцией, появившейся в Абхидхаме, и обозначающей тип умственного события, которое происходит в момент отсутствия познавательной активности. Если проводить грубые параллели, то Бхавангачиту можно соотнести с бессознательным в современной психологии. Слово Бхаванга означает «фактор существования», то есть фактор, ответственный за поддержание продолжительности конкретной личности в этой жизни и в будущей жизни. Однако, Бхаванга не является постоянно присутствующим элементом сознания, постоянным «я». Это серия моментов, которые появляются между активными процессами познания, читтовидхи, то есть когда ум познает некоторый объект. Поэтому иногда используется термин Бхавангасата, поток Бхаванг, чтобы подчеркнуть текучую природу этого умственного процесса. Считается, что Бхаванга наиболее часто проявляется в глубоком сне, но также возникает и во время бодрствования между познавательными актами ума. Комментарий объясняет, Бхаванга чита обозначается сияющей, то есть чистой, парисуддха, поскольку в ней нет загрязнений. Она загрязнена поступающими загрязнениями, то есть жаждой и так далее, которые возникают после Бхаванги в момент Джаваны. Тем не менее, я считаю это комментаторское объяснение проблематичным как минимум на двух основаниях. Во-первых, сама концепция Бхаванга читы, как и упоминание соответствующего ей ментального процесса, отсутствует в суттах канона, но она впервые появляется в поздний период, когда начало формироваться Абхидхама. Даже термин Бхаванга, который является критически важным для кхировадинской Абхидхамической системы, встречается только в последней книге Абхидхаммы, под Тхана, но гораздо чаще в комментариях на Абхидхамму. Во-вторых, текст сутты четко говорит, этот ум сияющий, без оговорок. Это намекает на то, что сияние является внутренней природой самого ума, а не конкретного ментального события. Более того, если Бхаванга является сияющей, то она всегда должна оставаться таковой. Возникает несоответствие, когда говорится о том, что она загрязняется джаванами. Самое простое объяснение, насколько я вижу, заключается в том, что сияние является природной характеристикой ума, которую можно увидеть в его способности осветить целевую область. Это сияние, хоть и является внутренне присущим уму, функционально заблокировано, поскольку ум загрязнен поступающими загрязнениями, агантуки хиупатки лейси хиупатки лектхан. Загрязнения называются поступающими, потому что они не присущи самому уму. Разумеется, согласно Ваен 10.61, нет первого момента, когда ум не был бы охвачен загрязнениями. Однако эти загрязнения можно устранить тренировкой ума. Когда они устранены, то возникает, а точнее, проявляется естественное сияние ума. Утверждение ниже, Ваен 1.52, о том, что ученик благородных понимает, что ум является сияющим, подразумевает, что это прозрение служит основой для дальнейшего умственного развития, которое освобождает ум от загрязнений. Когда все загрязнения устранены, то ум сияет, не имея каких-либо помех. Ваен 3.102 слово «сияние», «пабхасара», используется для описания ума, чита, который достиг сосредоточения, самадхи. Поэтому, вероятно, это сияние проявляется в глубоком самадхе, как минимум временно. Ваен 5.23 четко сказано, что ум, свободный от пяти помех, является сияющим, «пабхасара», и правильно сосредоточен для уничтожения пятен умственных загрязнений. В МН 140 «невозмутимость ума», у Пекха, предположительно четвертой джханы, описывается также как «сияющая». Дутия сутта, вторая. АН 1.52. Благословенный сказал, «Сияющий, монахи, этот, один, ум, и он освобожден от поступающих загрязнений». Обученный ученик благородных понимает это в соответствии с действительностью. Поэтому, я говорю вам, для обученного ученика благородных есть развитие ума». Татья сутта, третья. АН 1.53. Благословенный сказал, «Монахи, если монах даже на время, за которое можно лишь щелкнуть пальцами, занимается, один, развитием доброжелательного ума, то он зовется монахом, который не лишен джханы, один, который поступает в соответствии с учением учителя, который отзывается на его совет, и который не ест понапрасну еду, полученную как подаяние в округе. Что уж говорить о тех, кто постоянно взращивает его». Один, комментарий поясняет, что речь идет просто лишь об охватывании доброжелательной мыслью всех существ. Поэтому, очевидно, не лишен джханы, а риттат джана, не означает, что он обязательно достигает джханы, но означает просто лишь то, что он усердно занимается медитацией. Фраза «Есть иду» не понапрасну означает, что поскольку он занимается медитацией, он достоин того, чтобы получать иду от мирян, правильно поддерживая ведение собственной святой жизни и позволяя им накопить заслуги. Сутты Айян 1.54-55. Сутты идентичны предыдущей Айян 1.53, но вместо «занимается» здесь идут соответственно слова «развивает» и «уделяет» внимание. Чхатха сутта, шестая. Айян 1.56. Благословенный сказал, «Монахи, любые неблагие качества, связанные с неблагим, относящиеся к неблагому, имеют, один, ум своей предтичьей». Вначале возникает ум, а затем следуют неблагие качества. 1.1. Комментарий, смотря через призму абхидхаммического анализа ума, трактует это как то, что ум, чита, возникает одновременно с его сопутствующими факторами, чита-сика. Однако, если судить под абхидхаммападе, ДХМ 1.2, то текст, скорее всего, говорит просто лишь о том, что прежде чем человек совершает неблагой телесный или словесный проступок, он вначале решает поступить так. Подобная трактовка придает этический, а не психологический смысл, и подтверждается следующим предложением, в котором сказано, что ум возникает вначале, а затем возникает остальное. То же касается и благих качеств в следующей сутте, АН 1.57. Саптама сутта, 7. АН 1.57. Благословенный сказал, монахи, любые благие качества, связанные с благим, относящиеся к благому, имеют, один, ум своей предтичей. Вначале возникает ум, а затем следуют благие качества. Аддхама сутта, 8. АН 1.58. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, беспечности, которая была бы настолько существенной причиной того, что не возникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. У того, кто беспечен, не возникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. Навама сутта, 9. АН 1.59. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, прилежания, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются. У того, кто прилежен, невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются». Дасама сутта, 10. АН 1.60. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, лени, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. У того, кто ленив, невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. Сутты АН 1.61.70 Сутты идентичны паре сутта АН 1.59.60, но в каждой из них меняется соответствующие позитивные или негативные качества, зарождение усердия, сильные желания, АН 1.61.62, малое количество желания, Отсутствие довольствования АН 1.63-64 Довольствование, немудрое внимание АН 1.65-66 Мудрое внимание, отсутствие бдительности АН 1.67-68 Бдительность, дружба с плохими людьми АН 1.69-70 Патхама сутта, первая АН 1.71 Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, 1. Дружба с хорошими людьми, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются У того, кто дружит с хорошими людьми, невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются Дутия сутта, вторая АН 1.72 Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, 1. Стремление к неблагим качествам и нестремление к благим качествам, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. Посредством стремления к неблагим качествам и нестремления к благим качествам невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. Татья сутта, 3. А.Н. 1.73. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной и другой вещи помимо, один, стремление к благим качествам и не стремление к неблагим качествам, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются. Посредством стремления к благим качествам и не стремления к неблагим качествам невозникшие благие качества возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются. Читуттха сутта, 4. АН 1.74. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, немудрого внимания, которая была бы настолько существенной причиной того, что невозникшие факторы просветления не возникают, а возникшие факторы просветления не достигают осуществления посредством развития». У того, кто немудро направляет внимания, невозникшие факторы просветления не возникают, а возникшие факторы просветления не достигают осуществления посредством развития. Панчама сутта, 5. А.Н. 1.75. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, мудрого внимания, которая была бы настолько существенной причиной того, что не возникшие факторы просветления возникают, а возникшие факторы просветления достигают осуществления посредством развития. У того, кто мудро направляет внимание, не возникшие факторы просветления возникают, а возникшие факторы просветления достигают осуществления посредством развития. Чхаттха сутта, 6. А.Н. 1.76. Благословенный сказал, незначительно, монахи, утрата родных. Худшая вещь, это, один, утратить мудрость. Чхаттха сутта, 7. А.Н. 1.77. Благословенный сказал, незначительно, монахи, увеличение родственников. Лучшая вещь, это, один, возрасти в мудрости. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем возрастать в мудрости. Вот каким образом вы должны тренировать себя. А.Н. 1. А.Н. 1.78. Благословенный сказал, незначительно, монахи, утрата богатства. Худшая вещь, это, один, утратить мудрость. А.Н. 1. А.Н. 1.79. Благословенный сказал, незначительно, монахи, возрастание богатства. Лучшая вещь, это, один, возрасти в мудрости. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем возрастать в мудрости. Вот каким образом вы должны тренировать себя. А.Н. 1. 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 А. 1. А Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем возрастать в мудрости. Вот каким образом вы должны тренировать себя. Патхама сутта, первая. Айян 1.82. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, беспечности, которая вела бы к такому величайшему вреду. Беспечность ведет к величайшему вреду. Дутия сутта, вторая. Айян 1.83. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, прилежания, которая вела бы к такому величайшему благу. Прилежание ведет к величайшему благу. Сутты Айян 1.84.97. Сутты идентичны паре суттан 1.82.83, но меняются соответствующие качества, лень, зарождение усердия, Айян 1.84.85, сильные желания, малое количество желаний, Айян 1.86.87, отсутствие довольствования, довольствований, Айян 1.88.89, немудрое внимание, мудрое внимание, Айян 1.90.91, отсутствие бдительности, бдительность, Айян 1.92.93, дружба с плохими людьми, дружба с хорошими людьми, Айян 1.94.95, стремление к неблагим качествам и нестремление к благим качествам, Айян 1.96, стремление к благим качествам и нестремление к неблагим качествам, Айян 1.97. Патхама сутта, первая. Айян 1.98. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи среди внутренних факторов помимо, один, беспечности, которая вела бы к такому величайшему вреду. Беспечность ведет к величайшему вреду. Дутия сутта, вторая. Айян 1.99. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи среди внутренних факторов помимо, один, прилежания, которая вела бы к такому величайшему благу. Прилежание ведет к величайшему благу. Сутта Айян 1.113. Сутты идентичны паре сутта Айян 1.98-99, но меняются соответствующие качества, лень, зарождение усердия, Айян 1.111. Сильные желания, малое количество желаний, Айян 1.102-103. Отсутствие довольствования, довольствовании, Айян 1.104-105. Немудрое внимание, мудрое внимание, Айян 1.106-107. Отсутствие бдительности, бдительность, Айян 1.108-109. Дружба с плохими людьми, дружба с хорошими людьми, Айян Айян 1.110-111, стремление к неблагим качествам и не стремление к благим качествам, Айян 1.112, стремление к благим качествам и не стремление к неблагим качествам, Айян 1.113. Саптадасама сутта, 17. Айян 1.114. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, которая настолько вела бы к упадку и исчезновению благой Дхаммы, как, один, беспечность. Беспечность ведет к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Абдхадасама сутта, 18. Айян 1.115. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, которая настолько вела бы к продолжительности, к не упадку и не исчезновению благой Дхаммы, как, один, прилежание. Прилежание ведет к продолжительности, не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Сутты Айян 1.116-129. Сутты идентичны паре суттан 1.114-115, но меняются соответствующие качества, лень, зарождение усердия, Айян 1.116-117, сильные желания, малое количество желаний, Айян 1.118-119, отсутствие довольствования, довольствовании, Айян 1.120-121, немудрое внимание, мудрое внимание, Айян 1.122-123, отсутствие бдительности, бдительность, Айян 1.124-125, дружба с плохими людьми, дружба с хорошими людьми, Айян 1.126-127, стремление к неблагим качествам и не стремление к благим качествам, Айян 1.128, стремление к благим качествам и не стремление к неблагим качествам, Айян 1.129. Типцинсати сутта, 33. АН 1.130. Благословенный сказал, монахи, те монахи, которые, один, объясняют не Дхамму как Дхамму, действуют ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда, и страдания многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество неблагих заслуг и делают так, что эта благая Дхамма исчезает. 1.1. Комментарий поясняет пять видов исчезновения Дхаммы в виде последовательных этапов. 1. Вначале постепенно исчезнут пути, плоды, дополнительные достижения как аналитические знания, патисамбхида, и прямые знания, абхиния. 2. Затем исчезнет практика, то есть произойдет постепенное исчезновение джхан, прозрений, путей, плодов, и, в конце концов, нравственного поведения. 3. Затем произойдет постепенное исчезновение изучения буддийских канонических текстов. 4. Затем произойдет постепенное оставление монахами монашеских одеяний, пока не останется лишь полоска желтой ткани, которую монахи будут носить вокруг шеи. 5. Затем, в самом конце эры учения Будды Гатаммы произойдет исчезновение реликвий, сарира. Все реликвии соберутся под деревом Бодхи в Бодгайе, воссоздав телесную форму Будды, а затем исчезнут в блистательной вспышке. Сутты АН-1-131-139 Сутты идентичны предыдущей АН-1-130, но меняется фраза «объясняют не Дхамму как Дхамму», «объясняют Дхамму как не Дхамму», АН-1-131, «объясняют не Винаю как Винаю», АН-1-132, «объясняют Винаю как не Винаю», АН-1-133, «то, что не было утверждено и сказано Татхагатой как утвержденные, им», АН-1-134, «то, что было утверждено и сказано Татхагатой как не утвержденные, им», АН-1-135, «то, что не практиковалось Татхагатой как то, что практиковалось им, АН-1-136, «то, что практиковалось Татхагатой как то, что не практиковалось им, АН-1-137, «то, что не было предписано Татхагатой как то, что было предписано им, АН 1.138, то, что было предписано Татхагатой, как то, что не было предписано им, АН 1.139. Патхама сутта, первая. АН 1.140. Благословенный сказал, монахи, те монахи, которые объясняют, один, Нидхаму как Нидхаму, действуют ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия, и счастья многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество благих заслуг и продлевают эту благую Дхаму. Сутты АН 1.141.149. Сутты идентичны предыдущей АН 1.140, но меняется фраза «объясняют Нидхаму как Нидхаму», «объясняют Дхаму как Дхаму», АН 1.141, «объясняют Невинаю как Невинаю», АН 1.142, «объясняют Винаю как Винаю», АН 1.143, «то, что не было утверждено и сказано Татхагатой как не утвержденное». АН 1.144, «то, что было утверждено и сказано Татхагатой как утвержденное им», АН 1.145, «то, что не практиковалось Татхагатой как то, что не практиковалось им», АН 1.146, «то, что практиковалось Татхагатой как то, что практиковалось им», АН 1.147, «то, что не было предписано Татхагатой как то, что не было предписано им», АН 1.148, «то, что было предписано Татхагатой как то, что было предписано им», АН 1.149. Подхама сутта, первая. АН 1.150. Благословенный сказал, монахи, те монахи, которые объясняют, один, то, что не является проступком как проступок, действуют ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда, и страдания многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество неблагих заслуг и делают так, что эта благая тхама исчезает. Сутты АН 1.150. 1.159. Сутты идентичны предыдущей АН 1.150, но меняется фраза «объясняю то, что не является проступком как проступок», то, что является проступком как непроступок, АН 1.151, незначительный проступок как серьезный проступок, АН 1.152, серьезный проступок как незначительный проступок, АН 1.153, грубый проступок как негрубый проступок, АН 1.154, проступок, который не является грубым как грубый. АН 1.155. Исправимый проступок как неисправимый проступок. АН 1.156. Неисправимый проступок как исправимый проступок. АН 1.157. Проступок с исправлением как проступок без исправления. АН 1.158. Проступок без исправления как проступок с исправлением. АН 1.159. Якадаса Масутта. Одиннадцатое. АН 1.160. Благословенный сказал, монахи, те монахи, которые объясняют, один, то, что не является проступком как непроступок, действуют ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия, и счастья многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество благих заслуг и продлевают эту благую Дхамму. Сутты Айян 1.161.169 Сутты идентичны предыдущей Айян 1.160, но меняется фраза объясняют то, что не является проступком как непроступок, то, что является проступком как проступок, Айян 1.161, незначительный проступок как незначительный проступок, Айян 1.162, серьезный проступок как серьезный проступок, Айян 1.163, грубый проступок как грубый проступок, Айян 1.164, проступок, который не является грубым, как негрубый. Айян 1.165, исправимый проступок как исправимый проступок, Айян 1.166, неисправимый проступок как неисправимый проступок, АН 1.167, проступок с исправлением как проступок с исправлением, АН 1.168, проступок без исправления как проступок без исправления, АН 1.169. Патхама сутта, первая. АН 1.1.170. Благословенный сказал, монахи, есть одна личность, которая возникает в мире ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия, и счастья людей и божеств. Какая одна? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный. Это одна личность, счастье людей и божеств. Сутты АН-1-171-174 Сутты идентичны предыдущей АН-1-1-170 за небольшим изменением. Проявление одной личности является редким в мире. АН-1-171, есть одна необычайная личность, которая возникает в мире. АН-1-172, смерть одной личности оплакивается многими людьми. АН-1-173, есть одна личность, возникающая в мире, которая уникальна, не имеет ровня, не имеет аналога, бесподобная, несравненная, непревзойденная, не имеющая себе равных, высочайшая среди двуногих. АН-1-174 Чхат-Тхасутта, шестая АН-1-175 Благословенный сказал, монахи, проявление одной личности является проявлением великого видения. Какой личности? Один, Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Такова одна личность, чье проявление является проявлением великого видения. Сутты АН-1-176-186 Сутты аналогичны предыдущей АН-1-175, но фраза проявлением великого видения меняется на следующую, проявлением великого света. АН-1-176, проявлением великого сияния. АН-1-177, проявлением шести непревзойденных вещей. 1. АН-1-178, реализации четырех аналитических знаний. 2. АН-1-179, проникновением в многочисленные элементы. АН-1-180, проникновением в разнообразие элементов. АН-1-181, реализации плода истинного знания и освобождения. АН-1-182, реализации плода вступления в поток. АН-1-183, реализации плода однажды-возвращения. АН-1-184, реализации плода невозвращения. АН-1-185, реализации плода араханства. АН-1-186, 1, смотри. АН-6-30, 2, смотри. АН-4-172. АПТХАДАСАМА СУТТА, 18-я. АН-1-187. Благословенный сказал, монахи, я не вижу даже одной личности кроме, один, Сарипуты, которая бы подобающе поддерживала вращение непревзойденного колеса Адхаммы, которое привел в движение Татхагата. Сарипута подобающе поддерживает вращение непревзойденного колеса Адхаммы, которое привел в движение Татхагата. ПАТХАМА СУТТА, 1. АН-1-188. Благословенный сказал, монахи, один, самым выдающимся моим учеником среди монахов в плане старшинства является Аня Канданья, один. Один, он был первым, кто понял четыре благородные истины, и первым попросил монашеское посвящение. Смотри. СН-8-9, где восхваляется этот ученик, а комментарий приводит некоторые дополнительные сведения о нем. СУТТА АН-1-189-234. Как и предыдущие АН-1-188, эти краткие сутты восхваляют ученика монаха за его определенные умения и способности. Среди монахов, которые обладают великой мудростью, является Сарипута. АН-1-189. Среди монахов, которые обладают сверхъестественными силами, является Махамагаллана. АН-1-190. Среди монахов, которые разъясняют аскетические практики, является Махакасапа. АН-1-191. Среди монахов, которые обладают божественным глазом, является Анурудха. АН-1-192. Среди монахов, которые происходят из знатных семей, является Пхаддиакали Гатхаяпута. 1. АН-1-193. Среди монахов, которые обладают приятным голосом, является Лакунтака Пхаддиа. 2. АН-1-194. Среди монахов, которые рычат львиным рыком, является Пиндола Пхарадваджа. 3. АН-1-195. Среди монахов, которые являются ораторами Дхаммы, является Пуннаманданипута. 4. АН-1-196. Среди монахов, которые объясняют в подробностях то, о чем было сказано кратко, является Махакачина. АН-1-197. Среди монахов, которые создают тело, состоящее из разума, является Чулапандхака. 5. АН-1-198. Среди монахов, которые умелы в умственном преобразовании, является Чулапандхака. АН-1-199. Среди монахов, которые умелы в преобразовании восприятия, является Махапандхака. 6. АН-1-200. Среди монахов, которые живут без конфликтов, является Субхути. 7. АН-1-201. Среди монахов, которые наиболее достойны даров, является Субхути. АН 1.202 Среди монахов, которые проживают в лесу, является Реватта Кхадирования. 8. АН 1.203 Среди монахов, которые медитируют, является Кангхаревата. 9. АН 1.204 Среди монахов, которые зарождают усердие, является Сонак Левиса. 10. АН 1.205 Среди монахов, которые являются превосходными ораторами, является Сонак Утиканна. 11. АН 1.206 Среди монахов, которые получают обретение, является Сиваля. 12. АН 1.207 Среди монахов, которые обрели решительность посредством веры, является Вакали. 13. АН 1.208 Среди монахов, которые больше других желают тренироваться, является Рахула. 14. АН 1.209 Среди монахов, которые ушли в бездомную жизнь благодаря вере, является Радхапала. 15. АН 1.2010 Среди монахов, которые первыми достают обеденный билет, является Кундадхана. 16. АН 1.211 Среди монахов, которые сочиняют вдохновенные строфы, является Вангиса. 17. АН 1.212 Среди монахов, которые во всех отношениях внушают доверие, является Упасена Вангантапутта. 18. АН 1.213 Среди монахов, которые назначают обитальща, является Дабба Маула Путта. 19. АН 1.214 Среди монахов, которые милы и приятны божествам, является Пелиндавачха. 20. АН 1.215 Среди монахов, которые быстро достигают прямого знания, является Бахидру Чирия. 21. АН 1.216 Среди монахов, которые обладали разносторонней речью, является Кумара Кассапа. 22. АН 1.217 Среди монахов, которые достигли аналитических знаний, является Махакоттхита. 23. АН 1.218 Среди монахов, которые ученые, является Ананда. АН 1.219 Среди монахов, которые обладают хорошей памятью, является Ананда. АН 1.220 Среди монахов, которые быстро схватывают учения, является Ананда. АН 1.221 Среди монахов, которые решительны, является Ананда. 24. АН 1.222 Среди монахов, которые являются личными прислужниками, является Ананда. АН 1.223 Среди монахов с большой свитой, является Орувела Кассапа. 25. Аян 1.224. Среди монахов, которые пробуждают доверие в семьях, является Калудая. 26. Аян 1.225. Среди монахов, которые обладают хорошим здоровьем, является Бакула. 27. Аян 1.226. Среди монахов, которые вспоминают свои прошлые жизни, является Сабхита. Аян 1.227. Среди монахов, которые особо и привержен Савинаю, является Упали. 28. Аян 1.228. Среди монахов, которые наставляют монахинь, является Нандака. 29. Аян 1.229. Среди монахов, которые лучше других охраняют двери органов чувств, является Нанда. 30. Аян 1.230. Среди монахов, которые наставляют монахов, является Махакаппина. 31. АН-1-231. Среди монахов с умением в элементе огня, является Сагата. 32. АН-1-232. Среди монахов, получающих красноречивые лекции, является Радха. 33. АН-1-233. Среди монахов, которые носят грубые одежды, является Макхараджа. 34. АН-1-234. 1. Сын известной женщины из клана Сакьев, Калиготхи. Также, близкий друг Анурутхи, вместе с которым он ушел в монашество. Его история содержится в УД-2-10. 2. Смотри. СН-21-6, а также УД-7-1, 7-2, 7-5. 3. Был сыном придворного жрица у царя Удена из Касамбе. В ранние дни монашества был известен обжорством, и Будда учил его умеренности в еде. Вскоре он достиг араханства с шестью прямыми знаниями. Винае приводится история о том, как Будда раскритиковал его за то, что тот использует психические силы, чтобы добыть чашу из сандалового дерева. Смотри также СН-35-127, УД-4-6. 4. Был племянником Ании Канданния. Происходил из брахманской семьи, которая проживала неподалеку от Капилава Тхо, родного города Будды. В МН-24 содержится беседа между ним и Сарипуттой. В СН-22-83 его хвалит Ананда за учительские способности. 5. История об этом монахе содержится в СМ-387. Поскольку он родился на обочине дороги, Пандха, его назвали Пандхака. Смотри также УД-5-10. 6. Старший брат Чулла Пандхаки, который также родился на обочине дороги. Комментарий поясняет, что младший брат был особенно умелым в сосредоточении, а потому и в умственном преобразовании, Читавиватта. Старший брат был умелым в прозрении, а потому и в преобразовании восприятия, Санививатта. Под комментарий дает дополнительное пояснение, тот, кто является умелым в умственном преобразовании, является тем практикующим, который достигает Чхан сферы форм, и в отношении единичного объекта сосредоточения он способен преобразовать ум сосредоточения, Самадхичатан, с более низких Чхан до более высоких. Тот, кто умелый в преобразовании восприятия, является умелым в преобразовании уже упомянутых Чхан за счет восприятия, выходя за восприятие форм и переходя от восприятия, связанного со сферой безграничного пространства к тому, которое связано со сферой невосприятия, не невосприятия. Точно так же он способен преобразовать ум с восприятия женщины, мужчины, и так далее, и с восприятия постоянства и так далее на просто лишь восприятие феноменов формы и бесформенности, и, в частности, на восприятие необусловленной небыбаны. Такой, практикующий привык к созерцанию пустотности. 7. Комментарий поясняет, что это младший брат Анатхапиндики, который получил посвящение в монахе в тот же день, когда Анатхапиндика подарил монастырь Джитавана Будде. Он достиг араханства, развивая прозрение, основываясь на медитации доброжелательности. Перед тем, как обучать других дхаме, а также получать еду, он вначале входил в первую джхану, опираясь на доброжелательность, а затем выходил из нее. В АН 11.14 Будда дает ему наставление о проявлениях веры. Его медитативные умения восхваляются в УД 6.7. 8. Младший брат Сарипутты. Согласно комментарию, в его молодости мать настаивала на том, чтобы он женился, и поэтому он убежал из дома и получил монашеское посвящение. 9. Происходил из очень богатой семьи из Саваттхи. Смотри также МН 32, УД 5.7. 10. История о нем содержится в АН 6.55. Более подробно случай освещается в Винае 179. Этот случай повлек за собой разрешение носить монахам сандалии. 11. Он был родом из Аванти, сыном Кали, смотри. АН 1.267, учеником Махакачины. Его история рассказана в УД 5.6. Он отправился в Саваттхи, чтобы увидеть Будду. Будда пригласил провести ночь в его хижине и восхвалял его за декламацию от Тхакавагги. 12. Согласно комментарию, он провел в животе матери семь лет и семь дней, и появился на свет только когда она сделала подношение Будде, смотри. УД 2.8. Он получил монашеское посвящение в день своего рождения, а когда ему сбривали волосы, он достиг однажды возвращения. Вскоре достиг араханства. 13. Этот монах покончил жизнь самоубийством. Смотри. СН 22.87. 14. Сын Будды. Согласно Винае, он впервые встретил отца, когда ему было семь. Будда давала ему наставления, записанные в МН 61, МН 62, СН 35, 121 и других суттах. 15. Смотри. МН 82. 16. Речь идет о методе назначения обедов путем жеребьевки. 17. Ему посвящен целый раздел СН 8. 18. Младший брат Сарепуты, который радуется его достижением, УД 4.9. 18. Случай, описывающий его смерть, записан в СН 35, 69. 19. Говорится, что он достиг араханства в возрасте 7 лет. Занимался тем, что он назначал обиталищенного прибывшим монахом, а также назначал обеды. Согласно Винае 3, 158 и 2, 37 подвергся клевете со стороны порочных монахов. Случай, описывающий его смерть, записан в УД 8, 9. 20. Согласно комментарию, он был брахманом в течение прошлых 500 жизней и якобы даже после достижения араханства обращался к другим монахам и нечажительным словам вассала. Его сверхъестественные силы описываются в Винае 1, 206. 3, 67. 2, 248. 21. Его история рассказана в УД 1, 10. Судя по данной сути, несмотря на то, что он не получил формального посвящения, он все равно считается монахом. 22. Был сыном женщины, которая стала монахиней, не зная о своей беременности. Получил младшее посвящение в возрасте 7 лет. Появляется в ДН-23, МН-23. Комментарий поясняет, что под разносторонними речами понимается его умение давать наставления с привидением множества примеров и доводов. 23. Появляется во многих суттах и обычно задает вопросы с Варипути. В СН-35-162 получает наставление от Будды. Насчет аналитических знаний смотри. АН-472. 24. Комментарий объясняет, что его усердие в заучивании слов Будды, в их повторении, по памяти, в услужении учителю, было несравненным. 25. Он был главным среди аскетов со спутанными волосами, которые поклонялись огню. Будда обратил его почти сразу после собственного просветления. Два его младших брата, Гая и Надя Кассапы, у каждого была также группа последователей, также стали его учениками. Смотри. Виная-1, 24. 26. Сын одного из министров суттхаданы. В детстве играл вместе с будущим Буддой. Царь суттхадана послал его к Будде, чтобы вернуть Будду в Кипилаваттфу. Будучи монахом, он призывал семьи Исакьев поверить в Будду. 27. Согласно комментарию, когда он был младенцем, он упал в реку и его проглотила рыба, но он чудесным образом выжил. Он стал монахом в возрасте 80 лет, и за 7 дней стал арахантом. Его беседы со своим другом Ачела Кассапы записаны в МН-124. 28. Был сыном цирюльника из Саваттхи. Получил монашеское посвящение вместе с Энрутхой и его родственниками. Стал специалистом в области монашеской дисциплины. Декламировал винаю на Первом Буддийском соборе. 29. Смотри. МН-146. 30. Был братом Будды по линии отца, то есть сыном царя суттхадана и Махападжа по теготами. История о том, как он оставил невесту и стал монахом, записана в УД-32. Будда дает ему наставление в СН-21-8 и хвалит его в АН-8-9. 31. Смотри. СН-41. 32. Он был одним из прислужников Будды Дананды. По наставлению шести порочных монахов миряне приготовили для него опьяняющий напиток. Выпив его, он опьянел и, упав на землю, заснул. В связи с этим случаем Будда устанавливает правила, запрещающие употребление дурманивающих напитков, по Чития 51. 33. Комментарий поясняет, что такие как Радха являются условием для того, чтобы Будда произнес красноречивую проповедь. Смотри. СН-22-71, а также сутты в СН-23. 34. Один из шести брахманских учеников, которые задают вопросы Будды в сутты Непати в Паринавадге. Он также задает Будде вопрос в СН-1-34. Патхама сутта, первая. АН-1-235. Благословенный сказал, монахи, один, самой выдающейся моей ученицей среди монахин плане старшинства является Махападжапатиготами. Один. Один, тетя Будды, а также его приемная мать. Просила Будду создать женскую сангху. Смотри. АН-8-51 и АН-8-53. Сутты АН-1-236-247. Как и предыдущие АН-1-235, эти краткие сутты восхваляют ученицу монахиню за ее определенные умения и способности. Среди монахинь, которые обладают великой мудростью, является Кхема. Один. АН-1-236. Среди монахинь, которые обладают сверхъестественными силами, является Упалаванна. Два. АН-1-237. Среди монахинь, который особо и привержен Савинае, является Патачара. АН-1-238. Среди монахинь, которые являются ораторами, является Дхаммадинна. Три. АН-1-239. Среди монахинь, которые медитируют, является Нанда. Четыре. АН-1-240. Среди монахинь, которые зарождают усердие, является Сона. АН-1-241. Среди монахинь, которые обладают божественным глазом, является Сакула. АН-1-242. Среди монахинь, которые быстро достигают прямого знания, является Пхадда Кундалакиса. 5. АН 1-243. Среди монахинь, которые вспоминают прошлые жизни, является Пхадда Капиллане. 6. АН 1-244. Среди монахинь, которые достигают великого прямого знания, является Пхадда Качана. 7. АН 1-245. Среди монахинь, которые носят грубые одежды, является Кисаготами. 8. А.Н. 1.246 Среди монахинь, которые обрели решительность посредством веры, является Сигаламата. А.Н. 1.247 1. Была названа Буддой образцом для монахинь. Была супругой царя Бенбисары, очень гордилась своей красотой, но отбросила свое тщеславие, получив монашеское посвящение. 2. Была дочерью ростовщика Аюссавадхи. Вскоре после получения монашеского посвящения достигла араханства, а также сверхъестественных сил. Была изнасилована, однако Будда не посчитала Тапараджикой, так как в этом не было ее согласия. Она обменивается фразами с Марой в СН-5-5. Также названа Буддой образцом для монахинь. 3. Дает лекцию своему бывшему мужу в МН-44. 4. Также известна под именем Сундаринанда из-за своей красоты. Была сестрой Нанды. 5. Была странствующей отшельницей и участницей дебатов до того, как повстречала Будду. 6. В мирской жизни была женой Махакасапы, но, по взаимному согласию, их супружество было по сути фиктивным браком. 7. Согласно комментарию, это бывшая жена Будды, принцесса Исадхара, мать Рахулы. 8. Известна история со смертью своего сына и горчичным зерном. Беседует с Марой в СН-5-3. Подхама сутта, первая. АН 1-248. Благословенный сказал, монахи, один, самыми выдающимися моими учениками среди мирян в плане того, кто первым принял прибежище, являются купцы Тапуса и Пхаллика. Один. Один, они были из страны под названием Уккала. Их встреча с Буддой состоялась вскоре после его просветления, Винайя 1-4. Они подали Будде пищу, приняли прибежище в Будде и Дхаме, Санхи тогда еще не было. Комментарий также утверждает, что Будда дал им со своей головы несколько волосков, которые они забрали с собой и у себя в родном городе положили их в специально построенное для этого святилище. Дутия сутта, вторая. АН 1-249. Благословенный сказал, монахи, один, самым выдающимся моим учеником среди мирян, которые являются жертвователями, является домохозяин Судатта Анатхай Пиндика. Сутты АН 1-250-257. Как и предыдущие АН 1-249, эти краткие сутты восхваляют ученика мирянина за его определенные умения и способности или выдающиеся качества, среди мирян, которые являются ораторами Дхаммы, является домохозяин Чита из Мачхика Санды. 1. АН 1-250. Среди мирян, которые используют четыре средства привлечения и поддержания других, являются Хатхака из Алави. 2. АН 1-251. Среди мирян, которые дарят превосходно вещи, являются Маханама из клана Сакьев. 3. АН 1-252. Среди мирян, которые дарят приятно вещи, является Угга из Весали. 4. АН 1-253. Среди мирян, которые прислуживают Сандхи, является домохозяин Уггата. АН 1-254. Среди мирян, которые обладают непоколебимым доверием, является Сурамбадха. АН 1-255. 5. Среди мирян, которые обладают доверием к людям, является Дживака Камарабхача. 5. АН 1-256. Среди мирян, у которых есть вера, является домохозяин Накулапита. 6. АН 1-257. 1. Ему посвящен весь раздел СН 41. 2. Как и Чита, Хатхака объявлены образцом для учеников мирян, оба были невозвращающимися. Он беседует с Буддой в АН 3-35, восхваляется Буддой в АН 8-23 и 8-24. Он навещает Будду после смерти, переродившись божеством, АН 3-127. 4. Средства поддержания благоприятных отношений упоминаются в АН 4-32. 3. Принц Акьев, старший брат Анурутхи, родственник Будды. Он часто беседует с Буддой и Вангутара Никая появляется в нескольких суттах, например, АН 3-73, АН 3-126, АН 6-10. 4. Его хвалит Будда в АН 8-21. Его приятные дары упоминаются в АН 5-44. Также был невозвращающимся. 5. Был врачом. Вангутара Никая появляется только в АН 8-26. Его история приводится в Винае, АН 1-268. 6. Согласно комментарию, он, а также его жена Накуламата, были родителями Будды в пяти сотнях прошлых жизней, и до сих пор считали его своим сыном. Они появляются в АН 4-55, АН 6-16. Патхама сутта, первая. АН 1-258. Благословенный сказал, монахи, один, самой выдающейся моей ученицы среди мирянок, которые первыми приняли прибежище, является Суджата, дочь Синаня. 1. 1. Она дала пищу Бодхисадте перед самым его просветлением. Комментарий утверждает, что она была матерью Ясы, Винае 1-15, но это едва ли является правдой, потому что она жила в Ирувеле, тогда как Яса происходил из далекого Варанаси. Судты АН 1-259-267. Как и предыдущие АН 1-258, эти краткие сутты восхваляют ученицу мирянку за ее определенные умения и способности или выдающиеся качества. Среди мирянок, которые являются жертвователями, является Висакхами Гарамата. 1. АН 1-259. Среди мирянок, которые ученые, является Кхуджуптара. 2. АН 1-260. Среди мирянок, которые пребывают в доброжелательности, является Самовати. 3. АН 1-261. Среди мирянок, которые медитируют, является Уттара Нандамата. 4. АН 1-262. Среди мирянок, которые дают превосходные вещи, является Суппаваса, дочь Калиев. 5. АН 1-263. Среди мирянок, которые ухаживают за больными, является Мирянка Суппиа. 6. АН 1-264. Среди мирянок, которые обладают непоколебимым доверием, является Катияни. 7. АН 1-265. Среди мирянок, которые являются близкими друзьями, является домохозяйка Накуламата. 8. АН 1-266. Среди мирянок, чье доверие основано на слухах, является Мирянка Калия из Кураракхары. 9. АН 1-267. 1. Главный жертвователь среди женщин. Будда беседует с ней в ряде сутт, например, в АН 3-70, АН 8-49. 2. Служанка царицы Самовати. Она ходила слушать наставления Будды, запоминала их, и пересказывала женщинам во дворце. Традиция утверждает, что вся эти вот така – это эти самые заученные ей наставления Будды. Была объявлена Буддой образцом для женщин-мирянок. 3. Одна из жен царя Удена из Касамбе. Была убита ревнивой Магандией, с помощью поджога части помещений дворца, другой женой царя. История приведена в УД-7-10. 4. Вероятно, она же – Вилуканта Кенандамата. В судте АН-753 она рассказывает о семи своих качествах. Была невозвращающейся. Будда также объявил ее образцом для учениц-мирянок. 5. Была матерью Сиваля. История ее длительной беременности приведена в УД-2-8. Будда дает ей наставление в АН-4-57. 6. Она отрезала кусок плоти со своего бетра, чтобы сварить похлебку больному монаху. В результате Будда установил правило, запрещающее монахам есть человеческую плоть, вина и 1-216. 7. Комментарий утверждает, что когда она слушала, у себя в доме, беседу о Дхаме, вломились воры. Однако она никак не среагировала на них, а продолжала слушать, чем привела воров в замешательство. Впоследствии она помогла этим ворам стать монахами и они достигли араханства. 8. Была женой на Кулапиты. Смотри. АН-6-16, АН-8-48. 9. Она поддерживала Махакачину. Ее беседа с ним записана в АН-10-26. Комментарий утверждает, что она услышала беседу двух духов, Ягкха, которые восхваляли три драгоценности, пролетая по небу, и за счет этого обрела плод вступления в поток. Патхама сутта, первая. АН-1-268. Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы человек, совершенный в воззрениях, один. Один, мог бы считать какой-либо обусловленный феномен постоянным. Нет такой возможности. Но может быть так, что обычный заурядный человек будет считать какой-либо обусловленный феномен постоянным. Есть такая возможность. Один, речь идет о вступившем в поток. Дутия сутта, вторая. АН-1-269. Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы человек, совершенный в воззрениях, один, мог бы считать какой-либо обусловленный феномен приятным. Один. Нет такой возможности. Но может быть так, что обычный заурядный человек будет считать какой-либо обусловленный феномен приятным. Есть такая возможность. Один, комментарий утверждает, что речь идет о приятности на основании воззрения «я», как в случае с теми, кто считает свое «я» абсолютно приятным, бессмертным и так далее. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, здесь имеется в виду другое, а именно, когда человек считает некий приятный обусловленный феномен абсолютно приятным, то есть таким, который приносит абсолютно и нерушимое счастье, то есть, другими словами, не считает обусловленный феномен страданием. Эта идея подтверждается, если посмотреть на все эти три сутты АН-1-268-270. Они рассматривают три характеристики существования – непостоянство, страдательность, безличностность. Татья сутта, третья АН-1-270. Благословенный сказал, «Монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы человек, совершенный в воззрениях, один, мог бы считать какой-либо феномен своим «я». Нет такой возможности. Но может быть так, что обычный заурядный человек будет считать что-либо своим «я». Есть такая возможность. 1.1. Примечание переводчика СВ, небезынтересно, что в этой сутте сказано необусловленный феномен, а какой-либо феномен, то есть помимо прочего подразумевается в том числе и Ниббана, которая является необусловленной. Поэтому, по сути, сказано, что вступивший в поток не может считать Ниббану своим «я». Поскольку Ниббана не является «я» или тем, что принадлежит «я», она тем самым не может быть и составной частью живого существа, как некто мог бы предположить. Сутты Айян 1.271.276 Сутты аналогичны предыдущей Айян 1.270, но фраза «мог бы считать какой-либо феномен своим «я» меняется на другую, мог бы намеренно лишить жизни свою мать, Айян 1.271. Мог бы намеренно лишить жизни своего отца, Айян 1.272. Мог бы намеренно лишить жизни Араханта, Айян 1.273. Мог бы с умом, полным злобы, пролить кровь с Татхагаты, Айян 1.274. Мог бы создать раскол в Санхе, Айян 1.275. Мог бы признать кого-либо другого кроме Будды учителем, Айян 1.276. Досама сутта, десятая. Айян 1.277. Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы два Араханта, которые являются полностью просветленными Буддами, 1, возникли бы в одно время. 1. В одной мировой системе. 2. Нет такой возможности. Но может быть так, что один Арахант, который является полностью просветленным Буддой, возникнет в одной мировой системе. Есть такая возможность. 1. Примечание переводчика С.В. Речь идет о том, что в одну эпоху открытой в мире Дхаммы не может быть двух Будд, но может быть только один, который Дхаммы открыл. 2. Следующий Будда может появиться только тогда, когда учение предыдущего всецело исчезнет и забудется людьми. 2. Насчет мировых систем смотри. Айян 3.80. Якадас и Масутта, одиннадцатая. Айян 1.278. Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы два царя и миродержца, один, возникли бы в одно время в одной мировой системе. Нет такой возможности. Но может быть так, что один царь-миродержец возникнет в одной мировой системе. Есть такая возможность. 1. Один, царь, который правит всеми частями света за счет своей праведности. Упоминается в Айян 3.14, Айян 5.131, Айян 7.62 и других суттах канона. Сутты Айян 1.279-283. Сутты аналогичны предыдущей Айян 1.278, но меняется предмет, «Немыслимо, чтобы женщина могла бы быть арахантом, полностью просветленным Буддой, мужчина может быть арахантом, полностью просветленным Буддой». Айян 1.279. «Немыслимо, чтобы женщина могла бы быть царем миродержцем, мужчина может». Айян 1.280. «Немыслимо, чтобы женщина могла бы занимать положение Саки, мужчина может». Аян 1.281. Немыслимо, чтобы женщина могла бы занимать положение Мары, мужчина может. Аян 1.282. Немыслимо, чтобы женщина могла бы занимать положение Брахмы, мужчина может. Аян 1.283. Сабтада-самасутта, семнадцатое. Аян 1.284. Благословенный сказал, «Монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы желаемый, желанный, приятный результат мог бы произойти из, один, неблагого телесного поведения. Нет такой возможности. Но может быть так, что нежелательный, нежеланный, неприятный результат произойдет из неблагого телесного поведения. Есть такая возможность. Сутты Айон 1.285-286 Сутты идентичны предыдущей Айон 1.284, но здесь речь соответственно идет о словесном неблагом поведении и умственном неблагом поведении. Висатима сутта, 20. Айон 1.287 Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы нежелательный, нежеланный, неприятный результат мог бы произойти из, один, благого телесного поведения. Нет такой возможности. Но может быть так, что желаемый, желанный, приятный результат произойдет из благого телесного поведения. Есть такая возможность. Сутты Айон 1.288-289 Сутты идентичны предыдущей Айон 1.287, но здесь речь соответственно идет о словесном благом поведении и умственном благом поведении. Тивисатима сутта, 23. Айон 1.290 Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы человек, который пускается в, один, неблагое телесное поведение, в этом случае, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в благому деле, в небесном мире. Нет такой возможности. Но может быть так, что человек, который пускается в неблагое телесное поведение, переродится в состояние лишений, в плохом деле, в нижних мирах, в аду. Есть такая возможность. Сутты Айон 1.291-292 Сутты идентичны предыдущей Айон 1.290, но здесь речь соответственно идет о словесном неблагом поведении и умственном неблагом поведении. Чхаббисатима сутта, 26. Айон 1.293 Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, немыслимо, чтобы человек, который пускается в, один, благое телесное поведение, в этом случае, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в состояние лишений, в плохом деле, в нижних мирах, в аду. Нет такой возможности. Но может быть так, что человек, который пускается в благое телесное поведение, переродится в благому деле, в небесном мире. Есть такая возможность. Сутты Айян 1.294-295 Сутты идентичны предыдущей Айян 1.293, но здесь речь соответственно идет о словесном благом поведении и умственном благом поведении. Патхама сутта, первая. Айян 1.296 Благословенный сказал, монахи, есть одна вещь, которая будучи развитой и взращенной, всецело ведет к утрате от чарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какая одна вещь? Один, пометование о Будде. Один. Такова одна вещь, которая будучи развитой и взращенной, всецело ведет, к неббане. Один, более подробно объясняется в Айян 6.10. Комментарий поясняет эту практику пометования как побочные упражнения, которым следует заниматься тогда, когда, делая определенную основную практику, например, созерцание непривлекательности тела, практикующий отмечает, что ум становится безрадостным, взбудораженным. Он откладывает основную практику и берется за пометование качества Будды, за счет чего в нем возникает радость. После этого он возвращается опять к основной практике. Эта же идея подтверждается суттой СН 47.10. Сутты АН 1.297.305 Сутты идентичны предыдущей АН 1.296, но меняется практика. Пометование Адхами – АН 1.297. Пометование Асанхи – АН 1.298. Пометование Нраственности – АН 1.299. Пометование О Щедрости – АН 1.300. Пометование О Божествах – АН 1.301. Осознанность К Дыханию – АН 1.302. Осознанность К Смерти – АН 1.303. Осознанность, направленная К Телу – АН 1.304. Пометование О Покоя – АН 1.305. 1. Смотри. АН 1060, СН 5410, СН 5413, МН 118. 2. Смотри. АН 619, АН 620, АН 873, АН 874. 3. Практика, связанная с рассмотрением непривлекательности тела. Смотри. АН 1060. 4. Объясняется только в Весудхимагге, в СМ 293, и напоминает восприятие бесстрастия и прекращение в АН 1060. Патхама сутта, первая. АН 1.306. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, неправильных воззрений, из-за которой невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие неблагие качества увеличиваются и разрастаются. У того, у кого есть неправильные воззрения, невозникшие неблагие качества возникают, а возникшие неблагие качества увеличиваются и разрастаются. Дутия сутта, вторая. АН 1.307. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, правильных воззрений, из-за которой невозникшие благие качества возникают, а возникшие благие качества увеличиваются и разрастаются. У того, у кого есть правильные воззрения, невозникшие благие качества возникают, а возникшие благие качества увеличиваются и разрастаются. Татья сутта, третья. АН 1.308. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, неправильных воззрений, из-за которой невозникшие благие качества не возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. У того, у кого есть неправильные воззрения, невозникшие благие качества не возникают, а возникшие благие качества уменьшаются. Читуттха сутта, четвертая. А.Н. 1.309. Благословенный сказал, «Монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, правильных воззрений, из-за которой невозникшие неблагие качества не возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются. У того, у кого есть правильные воззрения, невозникшие неблагие качества не возникают, а возникшие неблагие качества уменьшаются». Панчама сутта, пятая. АН 1.310. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, немудрого внимания, из-за которой невозникшие неправильные воззрения возникают, а возникшие неправильные воззрения возрастают. У того, кто обладает немудрым вниманием, невозникшие неправильные воззрения возникают, а возникшие неправильные воззрения возрастают. Чхаттха сутта, шестая А.Н. 1.311 Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, мудрого внимания, из-за которой невозникшие правильные воззрения возникают, а возникшие правильные воззрения возрастают. У того, кто обладает мудрым вниманием, невозникшие правильные воззрения возникают, а возникшие правильные воззрения возрастают. Саптама сутта, седьмая А.Н. 1.312 Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, неправильных воззрений, из-за которой с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Обладая неправильными воззрениями, с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Абдхама сутта, восьмая. Аян 1.313. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи помимо, один, правильных воззрений, из-за которой с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Обладая правильными воззрениями, с распадом тела, после смерти, существа перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Новама сутта, девятая. Аян 1.314 Благословенный сказал, монахи, у человека с, один, неправильным воззрением любая телесная кама, словесная кама, и умственная кама, которую он вызывает и предпринимает в соответствии с этим его воззрением, как и любым его намерением, хотением, склонностью, и волевыми формирователями, вся эта кама приведет его к нежеланному, нежелательному, неприятному, к вреду и страданиям. И почему? Потому что воззрение плохое. Представьте, монахи, как если бы семя Нима, горького огурца или горькой тыквы посадили бы во влажную почву. Любые питательные вещества, которые оно вобрало бы из почвы и воды, привели бы к его горькому, резкому, неприятному вкусу. И почему? Потому что семя плохое. Точно так же, у человека с неправильным воззрением, неправильными устремлениями, любая телесная кама, словесная кама, и умственная кама, приведет его к нежелательному, неприятному, к вреду и страданиям. И почему? Потому что воззрение плохое. Досама сутта, десятая. Айн 1.315. Благословенный сказал, монахи, у человека с, один, правильным воззрением любая телесная кама, словесная кама, и умственная кама, которую он вызывает и предпринимает в соответствии с этим его воззрением, как и любым его намерением, хотением, склонностью, и волевыми формирователями, вся эта кама приведет его к желательному, желанному, приятному, к благополучию и счастью. И почему? Потому что воззрения хорошие. Представьте, монахи, как если бы семя сахарного тростника, горного риса или винограда посадили бы во влажную почву. Любые питательные вещества, которые оно вобрало бы из почвы и воды, привели бы к его приятному, сладкому, восхитительному вкусу. И почему? Потому что семя хорошие. Точно так же, у человека с правильным воззрением, правильными устремлениями, любая телесная кама, словесная кама, и умственная кама, приведет его к желательному, желанному, приятному, к благополучию и счастью. И почему? Потому что воззрения хорошие. Подтхама сутта, первая. Аян 1.316. Благословенный сказал, монахи, есть, один, один человек, который возникает в мире ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда и несчастья многих божеств и людей. Кто этот один человек? Этот тот, кто придерживается неправильного воззрения и имеет неправильную точку зрения. Он уводит многих людей от благой Дхаммы и утверждает их в плохой Дхамме. Таков этот человек, который возникает в мире ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда и несчастья многих божеств и людей. Дутия сутта, вторая. Аян 1.317. Благословенный сказал, монахи, есть, один, один человек, который возникает в мире ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия и счастья многих божеств и людей. Кто этот один человек? Этот тот, кто придерживается правильного воззрения и имеет правильную точку зрения. Он уводит многих людей от плохой Дхаммы и утверждает их в благой Дхамме. Таков этот человек, который возникает в мире ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия и счастья многих божеств и людей. Дутия сутта, третья. Аян 1.318. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной настолько порицаемой вещи как, один, неправильные воззрения. Неправильные воззрения, наихудшие среди вещей, достойных порицания. Читуттха сутта, четвертая. Аян 1.319. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной личности, которая настолько бы действовала ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда и страдания многих людей и божеств. Один, как этот пустоголовый Маккхали. Один. Подобно ловушке, поставленной в устье реки, которая приносит вред, страдания, беду и несчастья многочисленным рыбам, точно так же пустоголовый Маккхали подобен ловушке для людей, которая возникла в мире ради вреда, страдания, беды и несчастья многочисленных существ. Один, смотри. Аян 3.137. Панчама сутта, пятая. Аян 1.320. Благословенный сказал, монахи, тот, кто поддерживает других в плохо разъясненной Дхамме Винае, и тот, кого он поддерживает, и тот, кто, будучи поддерживаемым так, практикует в соответствии с этим, все они порождают множество неблагих заслуг. И почему? Потому что, один, Дхамма плохо разъяснена. Саттама сутта, седьмая. Аян 1.321. Благословенный сказал, монахи, тот, кто поддерживает других в хорошо разъясненной Дхамме Винае, и тот, кого он поддерживает, и тот, кто, будучи поддерживаемым так, практикует в соответствии с этим, все они порождают множество благих заслуг. И почему? Потому что, один, Дхамма хорошо разъяснена. Саттама сутта, седьмая. Аян 1.322. Благословенный сказал, монахи, в плохо разъясненной Дхамме Винае умеренность следует знать дающему дар, а не получающему. Один. И почему? Потому что, один, Дхамма плохо разъяснена. Один, комментарий, Будда говорит мне не следует давать, но следует давать мало, умеренно. Почему? Потому что, даже если человек одаривает полно, с излишеством, он не достигает в качестве плода состояния перерождения человеком, Дэвом, или достижения небабаны. Нет необходимости получающему быть умеренным в получении. Почему? Потому что ему не нужно быть умеренным, когда вещи даруются ему полно. Он не практикует малочисленность желаний, основываясь на получении даров умеренно. От Дхамма сутта, восьмая. Аян 1.323. Благословенный сказал, монахи, в хорошо разъясненной Дхамме Винае умеренность следует знать получающему дар, а не дающему, один. И почему? Потому что, один, Дхамма хорошо разъяснена. Один, комментарий, получающему следует установить предел. Как? Учитывая дающего, предмет, который дается, и собственную возможность вместить. Если есть много того, что можно дать, а дающий желает дать мало, то, учитывая обстоятельства дающего, следует принять мало. Если есть много того, что можно дать, и дающий желает дать много, то, учитывая предмет дара, следует согласиться принять мало. Если есть много того, что можно дать, и дающий желает дать много, то, учитывая собственную возможность вместить, следует принять умеренно. Зная умеренность подобным образом, получающий выполняет практику малочисленности желаний. Навама сутта, девятая. АН 1.324. Благословенный сказал, монахи, любой человек, который зарождает усердие в плохо разъясненной Дхамме и Винае, пребывает в страдании. И почему? Потому что, один, Дхамма плохо разъяснена. Дасама сутта, десятая. АН 1.325. Благословенный сказал, монахи, любой человек, который ленив в хорошо разъясненной Дхамме и Винае, пребывает в страдании. И почему? Потому что, один, Дхамма хорошо разъяснена. Икадасама сутта, одиннадцатая. АН 1.326. Благословенный сказал, монахи, любой человек, который ленив в плохо разъясненной Дхамме и Винае, пребывает в счастье. И почему? Потому что, один, Дхамма плохо разъяснена. Двадасама сутта, двенадцатая. АН 1.327. Благословенный сказал, монахи, любой человек, который зарождает усердие в хорошо разъясненной Дхамме и Винае, пребывает в счастье. И почему? Потому что, один, Дхамма хорошо разъяснена. Тирасама сутта, тринадцатая. А.Н. 1.328. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как даже мельчайшая частица экскрементов является зловонной, точно так же, я не восхваляю даже мельчайшие частицы существования, даже которая длится лишь, то время, за которое можно щелкнуть пальцами. Сутты А.Н. 1.329.332. Сутты идентичны предыдущей А.Н. 1.328, но упоминаются другие нечистоты, даже мельчайшая частица мочи является зловонной. А.Н. 1.329. Даже мельчайшая частица слюны является зловонной. А.Н. 1.330. Даже мельчайшая частица дно является зловонной. А.Н. 1.331. Даже мельчайшая частица крови является зловонной. А.Н. 1.332. Патхама сутта, первая. А.Н. 1.333. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как на этом континенте Джамбу Дипы мало прекрасных парков, рощ, ландшафтов, лотосовых прудов, но куда больше склонов и холмов, рек, которые трудно пересечь, мест с колючками и пнями, труднопроходимый гор, то точно так же, один, мало тех существ, которые рождаются на суше. Куда больше тех существ, которые рождаются в воде. Сутты А.Н. 1.334.347. Сутты идентичны предыдущей А.Н. 1.333. За некоторыми изменениями, мало тех существ, которые перерождаются среди людей. Куда больше тех существ, которые переродились где-либо еще помимо мира людей. А.Н. 1.334. Мало тех существ, которые перерождаются в срединных областях Индии. Куда больше тех, которые переродились во внешних областях среди грубых чужеземцев. АН 1.335. Мало тех существ, которые мудры, умны, проницательны, способны понять значение того, что было хорошо сказано и плохо сказано. Куда больше тех, кто не мудр, глуп, туп, не способен понять значение того, что было хорошо сказано и плохо сказано. АН 1.336. Мало тех существ, которые наделены благородным оком мудрости. Куда больше тех существ, которые сбиты с толку и погружены в невежество. Аян 1.337. Мало тех существ, которым удается увидеть Татхагату. Куда больше тех существ, которым не удается увидеть его. Аян 1.338. Мало тех существ, которым удается услышать Дхамму и Винаю, которые были провозглашены Татхагатой. Куда больше тех, которым не удается услышать этого. Аян 1.339. Мало тех существ, которые, услышав Дхамму, удерживают ее в уме. Куда больше тех, которые, услышав Дхамму, не удерживают ее в уме. АН 1.340. Мало тех существ, которые изучают смысл учений, которые удержали в уме. Куда больше тех, которые не изучают. АН 1.341. Мало тех существ, которые понимают смысл Дхамму, а затем практикуют в соответствии с Дхаммой. Куда больше тех, которые не понимают смысл Дхаммы и не практикуют в соответствии с Дхаммой. АН 1.342. Мало тех существ, которые обретают чувства безотлагательности в отношении тех вещей, которые вызывают ощущение безотлагательности практиковать. Куда больше тех, которые не обретают. АН 1.343. Мало тех существ, которые, воодушевленные чувством безотлагательности, стараются практиковать тщательно. Куда больше тех, которые, воодушевленные чувством безотлагательности, не стараются тщательно. АН 1.344. Мало тех существ, которые обретают сосредоточение, однонаправленность ума, основанную на оставлении. 1. Куда больше тех, которые не обретают. АН 1 345. Мало тех существ, которые обретают утонченный вкус изысканной еды. Куда больше тех, которые не обретают такой еды, но живут на объедках, носимых в чаше. АН 1 346. Мало тех существ, которые обретают вкус значения, вкус Дхаммы, вкус освобождения. Но куда больше тех, которые не обретают вкуса значения, вкуса Дхаммы, вкуса освобождения. Поэтому монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем обретать вкус значения, вкус Дхаммы, вкус освобождения. Вот как вы должны тренировать себя. АН 1 347. 1. Комментарий, основанную на оставлении, Вавасадгарамананкаритва. Оставление, это не бана. Смысл таков, сделав ее объектом сосредоточения. По заметке достопочтенного Бодхи, подобная фраза о сосредоточении встречается в СН 48.9, и, скорее всего, означает просто лишь состояние самадхи, мотивированное желанием достичь освобождения. Сутты АН 1 348.377. Сутты идентичны предыдущей АН 1 333 за некоторыми изменениями, мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в аду. АН 1 348. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в мире животных. АН 1 349. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в мире страдающих духов. АН 1.350. Мало тех существ, которые после смерти человеком перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти человеком перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. АН 1.350.1.353. Смерть в мире божеств. Мало тех существ, которые после смерти дэвом перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти дэвом перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. АН 1.354.356. Мало тех существ, которые после смерти дэвом перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти дэвом перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. АН 1.357.359. Смерть в аду. Мало тех существ, которые после смерти в аду перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти в аду перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. АН 1.360.362 Мало тех существ, которые после смерти в аду перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти в аду перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. АН 1.363.365 Смерть в мире животных. Мало тех существ, которые после смерти в мире животных перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти в мире животных перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. АН 1.366.368. Мало тех существ, которые после смерти в мире животных перерождаются среди девов. Но куда больше тех, которые после смерти в мире животных перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. АН 1.368.371. Смерть в мире страдающих духов. Мало тех существ, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются среди людей. Но куда больше тех, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются в аду, в мире животных, в мире страдающих духов. А.Н. 1.372-374. Мало тех существ, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются среди дэвов. Но куда больше тех, которые после смерти в мире страдающих духов перерождаются в аду, в мире животных, мире страдающих духов. А.Н. 1.375-377. Патхама сутта, первая. А.Н. 1.378. Благословенный сказал, монахи, вне сомнений, это один из видов обретений, а именно, один, быть тем, кто проживает в лесу. Сутты А.Н. 1.379-393. Сутты идентичны предыдущей А.Н. 1.378 за некоторыми изменениями, быть тем, кто живет едой, полученной схождением за подаяниями, А.Н. 1.379. Быть тем, кто носит обноски, А.Н. 1.389. Быть тем, кто имеет только три одеяния, А.Н. 1.381. Быть тем, кто проповедует Дхамму, А.Н. 1.382. Быть приверженцем винае, А.Н. 1.383. Быть тем, кто обладает великой ученостью, А.Н. 1.384. Быть тем, кто давно находится в монашестве, А.Н. 1.385. Быть тем, кто обладает подобающими манерами, А.Н. 1.386. Быть тем, кто обретает свиту последователей, А.Н. 1.387. Быть тем, кто имеет большую свиту, А.Н. 1.388. Быть тем, кто происходит из хорошей семьи, А.Н. 1.389. Быть привлекательным, А.Н. 1.390. Быть превосходным оратором, А.Н. 1.391. Быть тем, кто имеет малое количество желаний, А.Н. 1.392. Быть тем, кто имеет хорошее здоровье, А.Н. 1.393. Патхама сутта, первая. А.Н. 1.394. Благословенный сказал, монахи, если монах даже на время, за которое можно лишь щелкнуть пальцами, один, развивает первую тшхану, то он зовется монахом, который не лишен тшханы, который поступает в соответствии с учением учителя, который отзывается на его совет, и который не ест понапрасную ду, полученную как подаяние в округе. Что уж говорить о тех, кто постоянно взращивает ее. Сутты А.Н. 1.395.574. Сутты идентичны предыдущей А.Н. 1.394, но меняется предмет. Медитативные достижения. Развивает вторую тшхану. А.Н. 1.395. Развивает третью тшхану. А.Н. 1.396. Развивает четвертую тшхану. А.Н. 1.397. Развивает освобождение ума доброжелательностью. А.Н. 1.398. Развивает освобождение ума состраданием. А.Н. 1.399. Развивает освобождение ума со радованием. А.Н. 1.400. Развивает освобождение ума невозмутимостью. А.Н. 1.401. Четыре основы осознанности. Пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, решительным, устранив влечение и недовольство к миру. АН 1.402. Чувств в чувствах. АН 1.403. Ума в уме. АН 1.404. Феномена в феноменах. АН 1.405. Четыре правильных усилия. Порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих качеств, прилагает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. АН 1.406. К оставлению возникших плохих, неблагих качеств. АН 1.407. К возникновению невозникших благих качеств. АН 1.408. К поддержанию возникших благих качеств ради их неупадка, увеличения, возрастания и осуществления посредством развития, прилагает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. АН 1.409. Четыре основы сверхъестественных сил. Развивает основу сверхъестественных сил, которая наделена сосредоточением из-за желания и из-за формирователей старания. АН 1.410. Из-за усердия. АН 1.411. Из-за ума. АН 1.412. Из-за исследования. АН 1.413. Пять сил и пять качеств. Развивает качество веры. АН 1.414. Развивает качество усердия. АН 1.415. Развивает качество осознанности. АН 1.416. Развивает качество сосредоточения. АН 1.417. Развивает качество мудрости. АН 1.418. Развивает силу веры. АН 1.419. Развивает силу усердия. АН 1.420. Развивает силу осознанности. АН 1.421. Развивает силу сосредоточения. АН 1.422. 2. Развивает силу мудрости. АН 1 423. Семь факторов просветления. Развивает осознанность как фактор просветления. АН 1 424. Развивает исследование феноменов как фактор просветления. АН 1 425. Развивает усердие как фактор просветления. АН 1 426. Развивает восторг как фактор просветления. АН 1 427. Развивает безмятежность как фактор просветления. АН 1 428. Развивает сосредоточение как фактор просветления. АН 1 429. Развивает невозмутимость как фактор просветления. АН 1 430. Благородный восьмеричный путь. Развивает правильное воззрение. АН 1 431. Развивает правильное устремление. АН 1 432. Развивает правильную речь. АН-1-433. Развивает правильные действия. АН-1-434. Развивает правильное средство к жизни. АН-1-435. Развивает правильные усилия. АН-1-436. Развивает правильную сознанность. АН-1-437. Развивает правильные сосредоточения. АН-1-438. Восемь сфер медитативного преодоления. Воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». АН 1-439 Воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, безмерные, красивые или уродливые. АН 1-440 Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешние, ограниченные, красивые или уродливые. АН 1-441 Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. АН 1-442. Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубым тоном, с голубым оттенком. АН 1-443. Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтым тоном, с желтым оттенком. АН 1-444. Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красным тоном, с красным оттенком. АН 1 445. Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белым тоном, с белым оттенком. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. АН 1 446. Медитативное восприятие. Обладая формой, видит форму. АН 1 447. 7. Не воспринимая формы внутренние, видит формы внешние. АН 1 448. Сфокусирован только на красивом. АН 1 449. Бесформенные достижения и прекращений. С полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного пространства. АН 1 450. С полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. АН 1 451. С полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. АН 1 452. С полным преодолением сферы отсутствия всего он входит и пребывает в сфере невосприятия и невосприятия. АН-1-453. С полным преодолением сферы невосприятия и невосприятия он входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. АН-1-454. Тотальности. Развивает тотальность Земли. АН-1-455. Развивает тотальность воды. АН-1-456. Развивает тотальность огня. АН-1-457. Развивает тотальность воздуха. АН-1-458. развивает тотальность голубого. АН-1-459 развивает тотальность желтого. АН-1-460 развивает тотальность красного. АН-1-461 развивает тотальность белого. АН-1-462 развивает тотальность пространства. АН-1-463 развивает тотальность сознания. АН-1-464 восприятие. Развивает восприятие непривлекательности, АН-1-465, развивает восприятие смерти, АН-1-466, развивает восприятие отвратительности еды, АН-1-467, развивает восприятие невосхищения целым миром, АН-1-468, развивает восприятие непостоянства, АН-1-469, развивает восприятие страдательности в непостоянном, АН-1-470. Развивает восприятие безличности в страдательном, АН-1-471. Развивает восприятие оставления, АН-1-472. Развивает восприятие бесстрастия, АН-1-473. Развивает восприятие прекращения, АН-1-474. Развивает восприятие непостоянства, АН-1-475. Развивает восприятие безличности. АН-1-476. Развивает восприятие смерти. АН-1-477. Развивает восприятие отвратительности еды. АН-1-478. Развивает восприятие невосхищения целым миром. АН-1-479. Развивает восприятие скелета. АН-1-480. Развивает восприятие червивого трупа. АН-1-481. Развивает восприятие мертвенно-бледного. АН-1-482. Развивает восприятие расчлененного трупа. АН-1-483. Развивает восприятие вздутого трупа. АН-1-484. Пометование. Развивает пометование о Будде. АН-1-485. Развивает пометование о Дхамме. АН-1-486. Развивает пометование о Сангхе. АН-1-487. Развивает пометование нравственности. АН 1-488. Развивает пометование о щедрости. АН 1-489. Развивает пометование о божествах. АН 1-490. Развивает осознанность к дыханию. АН 1-491. Развивает осознанность к смерти. АН 1-492. Развивает осознанность, направленную к телу. АН 1-493. Развивает пометование покоя. АН 1 494. Пять качеств сил на основе первой джханы. Развивает качество веры, сопровождаемой первой джханой. АН 1 495. Развивает качество усердия. АН 1 496. Развивает качество осознанности. АН 1 497. Развивает качество сосредоточения. АН 1 498. Развивает качество мудрости. АН 1 499. Развивает силу веры, сопровождаемой первой джханой. АН 1 500. Развивает силу усердия. АН 1 501. Развивает силу осознанности. АН 1 502. Развивает силу сосредоточения. АН 1 503. Развивает силу мудрости. АН 1 504. Пять качеств сил на основе второй джханы. Развивает качество веры, сопровождаемой второй джханой. АН-1505. Развивает качество усердия. АН-1506. Развивает качество осознанности. АН-1507. Развивает качество сосредоточения. АН-1508. Развивает качество мудрости. АН-1509. Развивает силу веры, сопровождаемой второй джханой. АН-15010. Развивает силу усердия. АН-1-511. Развивает силу осознанности. АН-1-512. Развивает силу сосредоточения. АН-1-513. Развивает силу мудрости. АН-1-514. Пять качеств сил на основе третьей джханы. Развивает качество веры, сопровождаемой третьей джханой. АН-1-515. Развивает качество усердия. АН-1-516. Развивает качество осознанности. АН-1-517. Развивает качество сосредоточения. АН-1-518. Развивает качество мудрости. АН-1-519. Развивает силу веры, сопровождаемую третьей джханой. АН-1-520. Развивает силу усердия. АН-1-521. Развивает силу осознанности. АН-1-522. Развивает силу сосредоточения. АН-1-523. Развивает силу мудрости. АН-1-524 5 качеств и сил на основе четвертой джханы Развивает качество веры, сопровождаемой четвертой джханой АН-1-525 Развивает качество усердия АН-1-526 Развивает качество осознанности АН-1-527 Развивает качество сосредоточения АН-1-528 Развивает качество мудрости АН-1-529 Развивает силу веры, сопровождаемую четвертой джханой Чханой. АН-1-530. Развивает силу усердия. АН-1-531. Развивает силу осознанности. АН-1-532. Развивает силу сосредоточения. АН-1-533. Развивает силу мудрости. АН-1-534. Пять качеств сил на основе доброжелательности. Развивает качество веры, сопровождаемой доброжелательностью. АН-1-535. Развивает качество усердия. АН-1-536. Развивает качество осознанности. АН-1-537. Развивает качество сосредоточения. АН-1-538. Развивает качество мудрости. АН-1-539. Развивает силу веры, сопровождаемую доброжелательностью. АН-1-540. Развивает силу усердия. АН-1-541. Развивает силу осознанности. АН-1-542. Развивает силу сосредоточения. АН-1-543. Развивает силу мудрости. АН-1-544. Пять качеств сил на основе сострадания. Развивает качество веры, сопровождаемой состраданием. АН-1-545. Развивает качество усердия. АН-1-546. Развивает качество осознанности. АН-1-547. Развивает качество сосредоточения. АН-1-548. Развивает качество мудрости. АН-1-549. Развивает силу веры, сопровождаемую состраданием. АН-1-550. Развивает силу усердия. АН-1-551. Развивает силу осознанности. АН-1-552. Развивает силу сосредоточения. АН-1-553. Развивает силу мудрости. АН-1-554. Пять качеств сил на основе сорадования. Развивает качество веры, сопровождаемой сарадованием. АН 1-555 Развивает качество усердия. АН 1-556 Развивает качество осознанности. АН 1-557 Развивает качество сосредоточения. АН 1-558 Развивает качество мудрости. АН 1-559 Развивает силу веры, сопровождаемую сарадованием. АН 1-560 Развивает силу усердия. АН-1-561. Развивает силу осознанности. АН-1-562. Развивает силу сосредоточения. АН-1-563. Развивает силу мудрости. АН-1-564. Пять качеств сил на основе невозмутимости. Развивает качество веры, сопровождаемой невозмутимостью. АН-1-565. Развивает качество усердия. АН-1-566. Развивает качество осознанности. АН-1-567. Развивает качество сосредоточения. АН-1-568. Развивает качество мудрости. АН-1-569. Развивает силу веры, сопровождаемую невозмутимостью. АН-1-570. Развивает силу усердия. АН-1-571. Развивает силу осознанности. АН-1-572. Развивает силу сосредоточения. АН 1.573 Развивает силу мудрости АН 1.574 Патхама сутта, первая АН 1.575 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда кто-либо охватывает своим умом великий океан, этот охват включает в себя все реки, впадающие в океан, то точно так же, когда кто-либо развивает и взращивает, один, осознанность, направленную к телу, это развитие включает в себя все благие качества, имеющие отношение к истинному знанию. 1.1. По мнению достопочтенного Бодхи, эту практику следует понимать не в узком смысле, как она трактуется висудхимагой, то есть рассмотрении тридцати двух частей тела, а в широком, как это объясняется, например, в МН 119. Дутия сутта, вторая АН 1.576 Благословенный сказал, монахи, одна вещь, будучи развитой и взращенной, ведет к стойкому ощущению безотлагательности практиковать. Какая одна вещь? 1. Осознанность, направленная к телу. Такова эта одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, ведет к стойкому ощущению безотлагательности практиковать. Сутты АН 1.577-582 Сутты идентичны предыдущей АН 1.576, но меняется объяснение результата, ведет к великому благу. АН 1.577 Ведет к великой защите от подневольности. АН 1.578 Ведет к осознанности и бдительности. АН 1.579 Ведет к достижению знаний и видения. АН 1.580 Ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни. АН 1.581 Ведет к реализации плода знаний и освобождения. АН 1.582 Навама сутта, девятое. АН 1.583 Благословенный сказал, монахи, когда одна вещь развита и взращена, тело становится безмятежным, ум становится безмятежным, направления и удержания ума на объекте медитации затихают, и все благие качества, которые имеют отношение к истинному знанию, достигают осуществления посредством развития. Какая одна вещь? Один, осознанность, направленная к телу. Когда эта одна вещь развита и взращена, осуществление посредством развития. Досама сутта, десятая. АН 1.584 Благословенный сказал, монахи, когда одна вещь развита и взращена, невозникшие неблагие качества не возникают, а возникшие неблагие качества отбрасываются. Какая одна вещь? Один, осознанность, направленная к телу. Когда эта одна вещь развита и взращена, отбрасываются. Якадасама сутта, одиннадцатая. А.Н. 1585. Благословенный сказал, «Монахи, когда одна вещь развита и взращена, невозникшие благие качества возникают, а возникшие благие качества увеличиваются и разрастаются». Какая одна вещь? Один – осознанность, направленная к телу. Когда эта одна вещь развита и взращена, разрастаются. Сутты АН-1-586-615 Сутты идентичны предыдущей АН-1-585, но меняется результат, невежество отбрасывается. АН-1-586 Истинное знание и возникает. АН-1-587 Само мнение «Я» отбрасывается. АН-1-588 Скрытые склонности искореняются. АН-1-589 Оковы отбрасываются. АН-1-590 Ведет к развлечению посредством мудрости. АН-1-591 Ведет к небабане посредством нецепляния. АН-1-592 Происходит проникновение в многочисленные элементы. АН-1-593 Происходит проникновение в многообразие элементов. АН-1-594 Происходит аналитическое знание многочисленных элементов. АН-1-595 Ведет к реализации плода вступления в поток. АН-1-596 ведет к реализации плода однажды возвращения. АН-1-597 ведет к реализации плода невозвращения. АН-1-598 ведет к реализации плода араханства. АН-1-599 ведет к обретению мудрости. АН-1-600 ведет к возрастанию мудрости. АН-1-601 ведет к увеличению мудрости. АН-1-602 ведет к величию мудрости. АН-1603 Ведет к обширности мудрости АН-1604 Ведет к безбрежности мудрости АН-1605 Ведет к глубине мудрости АН-1606 Ведет к состоянию непревзойденной мудрости АН-1607 Ведет к широте мудрости АН-1608 Ведет к изобилию мудрости АН-1609 Ведет к быстроте мудрости АН-16010 Ведет к плавучести мудрости АН 1.611. Ведет к радости мудрости. АН 1.612. Ведет к ловкости мудрости. АН 1.613. Ведет к остроте мудрости. АН 1.614. Ведет к проницательности мудрости. АН 1.615. 1. Комментарий объясняет это как постижение трех характеристик существования, Лакхана, 18 элементов. В МН 115 речь идет о монахе, умелом элементах, что, очевидно, относится и к данной сутте. Патхама сутта, первая. АН 1.616. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не разделяет осознанности, направленные к телу, не разделяют бессмертного. Те, кто разделяет осознанность, направленную к телу, разделяют бессмертный. Дутия сутта, вторая. АН 1.617. Благословенный сказал, монахи, бессмертно и не было разделено теми, один, кто не разделял осознанности, направленные к телу. Бессмертно и было разделено теми, кто разделял осознанность, направленную к телу. Татья сутта, третья. АН 1.618. Благословенный сказал, монахи, один, те, кто отпал от осознанности, направленные к телу, отпали от бессмертного. Те, кто не отпал, не отпали от бессмертного. Читуттха сутта, четвертая. АН 1.619. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто пренебрегал осознанностью, направленные к телу, пренебрегали и бессмертным. Те, кто разделил осознанность, направленную к телу, разделили бессмертной. Панчама сутта, пятая. АН 1.620. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто беспечен в отношении осознанности, направленные к телу, беспечные в отношении бессмертного. Те, кто не беспечен, не беспечные в отношении бессмертного. Читуттха сутта, шестая. АН 1.621. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто позабыл осознанность, направленную к телу, позабыли и о бессмертном. Те, кто не позабыл, не позабыли и о бессмертном. Саттама сутта, седьмая. АН 1.622. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не стремился к осознанности, направленные к телу, не стремились к бессмертному. Те, кто стремился, стремились и к бессмертному. Аттама сутта, восьмая. АН 1.623. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не развивал осознанности, направленные к телу, не развивали и бессмертные. Те, кто развивал, развивали и бессмертные. Саттама сутта, девятое. АН 1.624. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не взращивал осознанности, направленные к телу, не взращивали и бессмертные. Те, кто взращивал, взращивали и бессмертные. Дасама сутта, 10. АН 1.625. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто напрямую не познал осознанности, направленные к телу, напрямую не познали и бессмертные. Те, кто напрямую познал, напрямую познали и бессмертные. Якадасама сутта, 11. АН 1.626. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не полностью понял осознанность, направленную к телу, не полностью поняли и бессмертные. Те, кто полностью понял, полностью поняли и бессмертные. Дасама сутта, 12. АН 1.627. Благословенный сказал, монахи, те, один, кто не реализовал осознанность, направленную к телу, не реализовали и бессмертные. Те, кто реализовал, реализовали и бессмертные.